В Казанском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по великому полководцу Михаилу Иллариевнувичу Кутузову. Почтить память главнокомандующего в юбилейную дату 200 лет со дня смерти пришли сборные команды Западного военного округа. Присутствовал начальствующий состав, курсанты и военнослужащие различных войск и подразделений. Казанский кафедральный собор, собор воинской славы и место погребения великого полководца Михаила Кутузова. Какой русский не знает о событиях 1812 года? Какой русский не уважает талант великого стратега, принесшего победу нашей армии? Здесь, в соборе, прославленного генералиссимуса поминают каждый год, но сегодня особо – юбилей. Приглашен почетный караул, офицеры, кадеты, курсанты и прочие военнослужащие. То, что сегодня вот такие большие здесь события были, вот эту панихиду, это не случайно. Михаил Илларионович Кутузов очень любил наш Казанский собор. Причем его любовь к этому собору была с самого начала, как только он начал строиться. Он был генерал-губернатором как раз в это время. А кроме того, самая такая яркая страница в его истории – это молебан 12 августа 1812 года. Он здесь молился на коленях и прямо отсюда уехал на фронт, чтобы возглавить войско перед Бородинским сражением. И, наверное, в память об этом было распоряжение Александра I, чтобы именно в этом соборе он был похоронен. Говоря о Михаиле Кутузове как о полководце, нельзя не сказать о нем как о православном христианине. Вера и долг перед Отечеством неразрывно соединялись в понятии главнокомандующего. Победа над врагом с победой над злом, слава русского народа с Божьей славой. Всегда при себе Михаил Иларионович носил походные иконы Божьей Матери, Казанскую и Смоленскую. И в наше время необходимо восстановить связь армии и церкви. Терское казачье войско является послушником Казанского кафедрального собора. И поэтому мы считаем, что для казаков православная вера и охрана православных храмов является неотъемлемой, а порой и главной задачей. Поэтому мы считаем своим делом находиться сегодня, и не только сегодня, но сегодня почетный день. Поэтому находимся в Казанском кафедральном соборе. Обращаясь к истории, вспоминая великих людей, ее творивших, сегодняшняя задача – восстановить и укрепить русскую армию как армию народа-богоносца. Так, как видел ее Михаил Кутузов и наши прочие великие полководцы.